Здравствуйте! В данном видеоролике будет рассказано о том, как можно создать свой личный сетевой дневник или блог. Для этого попробуем использовать сервис Google Blogger. Первым шагом необходимо открыть почту gmail.com. Затем в разделе «Все сервисы Google» выбрать функцию «Блогер». Если данного компонента здесь нет, то для этого необходимо открыть другие приложения или продукты Google и в перечне сервисов Google найти «Блогер» таким образом. После того, как вы вошли в «Блогер», вам будет предложено создать новый блог. Вы можете пройти ряд шагов в несколько другом интерфейсе. Не таким образом, как будет показано сейчас в настоящем видеоролике. В основном для продвижения используйте оранжевые кнопки «Продолжить», «Далее», «Создать» и так далее. У меня раздел «Создать блог» находится в левом верхнем углу. У вас, скорее всего, при первом использовании «Блогер» функции будет заставка и в центре оранжевая кнопка «Создать блог». Название блогу можно дать любое. Я выберу в настоящий момент просто «Продный блог». Нажимаем функцию «Далее». Затем придумываем адрес к этому блогу и следим за тем, чтобы этот адрес не повторялся. Если сервис «Блогер» найдет использование такого адреса, то об этом будет подсказка соответствующая, что такой адрес блога уже занят. В качестве примера я использую сейчас адрес блога «Пробный» и введу сегодняшнюю дату. Вот набрав слово «Пробный» присутствует надпись «К сожалению, такой адрес блога недоступен», то есть он уже кем-то занят. Поэтому я использую сегодняшнюю дату. И после этого адрес имя блога становится уникальным. Нажимаем на функцию «Сохранить». В настоящий момент мы находимся с вами в рабочем кабинете для создания своего блога. Есть функция «Посмотреть блог». Это ссылка синего цвета в левом нижнем углу экрана. Мы можем посмотреть, как выглядит наш пробный блог, то есть как он выглядит в интернете. Причем, обращаю ваше внимание на то, что в верхней строчке адресной строки браузера есть адрес этого блога, который вы можете скопировать и поделиться с другими пользователями. По этому адресу пользователи будут попадать в ваш личный блог. Посмотрев блог, можно закрыть данную закладку и вернуться обратно в конструктор вашего блога. Обращаю ваше внимание на то, что работать лучше не в таком интерфейсе, который сейчас представлен на экране, а выбрать несколько другой интерфейс, в котором будет расположено с правой стороны меню вашего блога. В данном случае меню скрыто с левой стороны в значке в виде трех полосок, верхний левый угол, но работать вот с такой конфигурацией не совсем удобно. Поэтому я предлагаю использовать другой дизайн для оформления блога. После того, когда вы его создадите, можно будет перейти на другое оформление беспроблемно. Все содержимое сохранится и ваш блог может принять другой совершенно облик. Обратите внимание, что темы, которые можно сменить, они представлены вот в таком вот списке. Есть блоги, которые выглядят достаточно красиво и выглядят как профессиональный сайт, но я предлагаю воспользоваться простым способом оформления и выберу, например, вот такой вот вариант блога, простое оформление, после чего необходимо будет нажать на пиктограмму «Применить». Посмотрев блог, мы увидим, что оформление нашего блога поменялось. Обратите внимание, что с правой стороны появилась информация, это ссылка на главную страницу блога. Здесь будет отображаться список ссылок на другие страницы и по страничкам передвигаться по вашему блогу будет гораздо удобнее. Сейчас отображается главная страница вашего блога и пока никаких нет сообщений. Для того, чтобы размещать новости на главной странице, необходимо использовать в конструкторе функцию «Написать». И ваши сообщения будут на главной странице располагаться в виде списка сообщений в разделе «Сообщения». Итак, используя функцию «Написать», дадим название страницы, например, «Приветствия». Затем в основное поле можно написать любой приветственный текст. В нем может содержаться информация о вас, как о блогере, то есть человеке, который ведет данный сетевой дневник. Сюда на главную страницу можно добавить картинки, можно добавить видеоролики. То есть контент, который будет на данной главной странице, вы подбираете уже самостоятельно. Текст, который написан в основном поле, можно форматировать так же, как мы это делаем в любом текстовом документе. Можно изменить шрифт, цвет букв, расположение этих букв, например, по левому краю, по центру. И попробуем добавить сейчас на главную страницу два компонента. Первый из них это фотография, и второй из них это небольшой видеофрагмент. В качестве фотографии я буду использовать заранее приготовленное фото, размещенное на рабочем столе компьютера. Поэтому выбираем в разделе «Фото загрузить с компьютера». Открывается окно, в котором мы можем выбрать файлы. Находим на рабочем столе подготовленный файл с картинкой. Данный файл с картинкой загрузился в окно добавления изображений. Я кликаю по этому изображению и выбираю для вставки этот файл. Файл установлен сейчас в приветственную надпись. И ниже под этим файлом попробуем разместить видеозапись. Видеозапись мы можем тоже загрузить в блог с компьютера, либо, используя портал YouTube, найти видео на этом видеохостинге. Для этого воспользуемся функцией «Поиск». В строчку «Поиска» введем название видео. Например, «Мультфильм». И нажмем кнопку «Поиск». После этого выберем предлагаемое видео. И вставим его в свой блог. После того, как вы разместили нужный контент на своей странице, не забываем нажать на функцию «Опубликовать» и «Ок». После этого ваша приветственная запись, сохраненная в вашем блоге, размещаться будет в функции «Сообщение». Мы можем посмотреть главную страницу, как она выглядит. И вы видите, что фото и видео отображаются сейчас на главной странице нашего с вами блога. Следующим шагом нашей работы будет создание новой страницы в блоге. Для этого используем раздел внутри конструктора «Страницы» и создаем новую страницу. Для задания в качестве примера мы создадим страницу-памятку о профилактике коронавирусной инфекции. Точно таким же образом в основное поле информации можно внести текстовую информацию, фотоматериалы, либо видеоролики. После чего точно так же опубликовываем данную страницу. Просматривая содержимое нашего блога, мы данной созданной страницы о профилактике коронавирусной инфекции просто в меню не видим. Для того, чтобы с правой стороны отображались ссылки на все страницы нашего блога, необходимо выполнить следующий шаг. Внутри конструктора блога выбрать раздел «Дизайн». С правой стороны найти область, которая называется «Контейнер» и выбрать функцию «Страницы». Если этой строчки страницы у вас нет, тогда нажмите на ссылку «Добавить гаджет» и в предложенном списке можно найти в странице добавить этот гаджет внутрь правого контейнера. Нажимаем на функцию «Изменить» возле слова «Страницы» и мы видим, что у нас в списке страниц отображается только главная страница. Нужно нажать на ссылку «Добавить объект» и кликнув мышкой просто по полю, в котором должно присутствовать название страницы, появится выпадающий список, в котором вы просто выбираете нужное название страницы, созданной вами, и адрес этой страницы или URL-ссылка появится автоматически во второй строке. После этого нажмем на пиктограмму «Сохранить». И посмотрим содержимое нашего блога. Главная страница у нас уже была оформлена, и с правой стороны в меню появляется вторая ссылка на следующую страницу по профилактике коронавирусной инфекции. Таким образом, мы создали с вами двухстраничный блог. Каких страниц внутри блога может быть множество. Ваше задание пока предполагает создать главную страницу и одну дополнительную страницу, и скопировав ссылку, отправить ее для проверки в таблице коллективного редактирования. Спасибо за внимание.